Команда Барьер. К Барьеру приглашаются. Избиратель обычный, среднестатистический. Место работы, предприятие. Семейное положение, как у всех. Политические взгляды, лишь бы не было войны. Гражданская активность, активный избиратель. Будущий избиратель, молодой человек. Место учебы, эндская школа. Семейное положение, пока не обзавелся. Рано еще. Политические взгляды, еще не сформировались. А оно мне надо. Гражданская активность, пассивная. Здравствуйте. В эфире программа К Барьеру. И сегодня у нас в гостях избиратель обычный, среднестатистический. И будущий избиратель, молодой человек. Вы скажите кратко свою позицию. С кого начнем? Молодым везде у нас дорога. Пусть молодой человек и начинает. Ну что вы, я привык старшим выступать. Пока вы решите между собой, кто будет выступать, мы со зрителями посмотрим репортаж нашего корреспондента. Давайте послушаем мнение людей на улице. Нет, но вы только посмотрите. Опять подняли плату в университете. Стопи все ходят на оплату коммунальных услуг. Жить-то на что? Интересно, сколько денег заплатил президент Бургенов Асо, чтобы остаться на посту? Куда смотрит правительство? Дедовщина, безобразие! Неужели не найдутся люди, которые смогли бы хоть что-то изменить? Итак, уважаемые участники, вы определились? И не подумали. Даже в вашем репортаже видно, что все плохо. И выборы бесполезны. Так вот и иди на выборы, чтобы выбрать того, кого нужно. А кого нужно? А как вы определяете, за кого голосовать? По телевизору говорят, за кого голосовать. А я выбираю тех, у кого меньше рекламных роликов. Эта реклама уже надоела. Ни фильма нормальная не посмотришь, ни программы, которая тебе нужна. Спасибо. А теперь вопрос к вам, уважаемый наш молодой человек. Каковы ваши политические взгляды? А оно мне надо? Подождите. Вы собираетесь участвовать в жизни страны? Принимать решение выражать свою гражданскую позицию? Если сами затрудняетесь ответить на этот вопрос, вы можете воспользоваться в любой поддержке. Мамьянов, открой личико. Начинаем с динамы выборы. Вы все за нас решили. И выдать свое мнение за нашим успешили. Теперь, что вы нам скажете, идите выбирать. И лучше ли нам будет в стыльялки поиграть? Обучаться с собой на эти стылья и подносить. Зачем вообще нам надо на выборы ходить? Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Зачем вообще нам надо на выборы ходить? Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е! Спасибо за ваш ответ. А теперь вы, уважаемый наш опытный избиратель, чем ответите? У-у-у-у. Еще лучше выступим. А, я тоже вы, 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 вы это... Ну, давай. Я тоже. Выступлю. Группа поддержки. Вы. 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 Вы какие какие. Павлянов, откройте, как он читает. Так точно не угарает. Я кандидатов в диваны смотрел, Честно на выборы я раскатил. Медведь. Я кандидатов в диваны смотрел, Честно на выборы я раскатил. Птицами гают, в смысле сбивают. Павлянов. Ничего нового не предлагают. Так за кого мне голосовать? Может на картах тебе погадать? Так за кого мне голосовать? Может на картах тебе погадать? Я вижу, что и вы, уважаемые наш опытные избиратели, все не определились для того, чтобы помочь вам, и вам, а также другим нашим телевизорителям и участникам программы, мы приготовили для вас еще один фильм. Итак, в эфире нашей программы, документальный фильм нашего корреспондента «Путешествие во времени». «Таешь выборов в Государственную Думу» «Молодцы рабочим, земля крестьянам!» «Мы сами выбирали свою будущее!» «Ура, товарищи!» «Товарищи, все на выборы!» «Долой царям!» «Мы сами будем строить свою жизнь и выбирать, кто будет управлять страной!» «Ура, ура, 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 ура!» «Так, великий начальник переделённый акад». «71 год прошел, сейчас чертово колесо подождите». «Нет, там друг, другу нет!» «Так, вместо друга давай!» «Давай ты!» «Давай ты!» «Присяк!» «Та, давайте, друзья!» «Ты идёшь на выборы?» «Нет» «А ты идёшь?» «Говорят, мы будете сервероваться, я токсикону завезу, я с вылететь с собой возьму». «Ну тогда я пойду и семью прихвачу!» «Где говоришь выборы?» «Опять в Доме культуры!» «Пойдём прогуляемся!» «Да, пойдём!» «Отлично!» «20 век заканчивается и 21 начинается!» «Давай, нет!» «У нас тут ещё пределка!» «Так, давайте, вы пока в эту музыку вышли, поехали!» «Скоро выборы!» «Наконец-то! Как надоел уже этот беспредел! Пора выбирать новых, достойных!» «Надеюсь, в этот раз будет всё по справедливости!» «Тех, кто будет нами руководить, найдут порядок в стране!» «И наш малыш будет жить в богатой, сильной, свободной стране!» «Так, отлично!» «Теперь...» «Наши дни!» «Да!» «Мама с папой и сынок! Поехали, взрослые!» «Сынок, скоро выборы! Тебе 18, ты впервые будешь голосовать!» «Помню, как мы с отцом шли на выборы тогда, когда ты только родился!» «Подумай только, теперь ты идёшь на выборы уже сам! Возьмёшь нас с собой?» «Да я вообще никуда не пойду!» «Почему?» «Из моих друзей вообще никто не пойдёт! Даже друзья из Инета не ходят, а им уже больше 20!» «Но если ты не пойдёшь на выборы, твои друзья не пойдут! То без вас будут выбирать и выберут!» «А ваше мнение никто так и не знает, потому что вы на выборы не ходили и вообще не интересовались тем, что предлагают кандидаты!» «Да кому нужны наши голоса на этих выборах?» «Всем! Даже этим кандидатам, которым ты не веришь! А прежде всего тебе!» «Да и как услышат твой голос, если ты ничего не сказал? То есть на выборы даже не пошёл!» «Ну, вообще-то вы правы! Если я или мои друзья или любой другой человек не вырезал своё мнение, то как мы можем обижаться на то, что выбирают не тех?» «Ведь мы своё слово не сказали! Мы промолчали! Так что, идём на выборы?» «Идём!» «Что скажете?» «Избиратель!» «Что скажете? Фильм нас убедил!» «Фильм нас убедил!» «Дальше!» «Ну, давай, серьёзно!» «Это очень серьёзно и ответственно! Надо не просто ходить голосовать, но и думать!» «Свешивать и оценивать возможности кандидатов!» «Надо самим участвовать в жизни страны! Может, и ты окажешься тем, кого выбирают!» «Поэтому не забывай, что ты думал и что чувствовал, когда был просто избирательным!» «Сами поёте приготовиться!» «Ленин, отвлекись от мобильного!» «Сейчас получишь!» «Дальше в фильм остаём на идее!» «Я ведь тоже за нашу Россию болею!» «И чтоб не только в спорте она побежала!» «Чтобы в других сферах жизни не отставало!» «Я хочу, чтоб была экономика сильной!» «Ленин, пой!» «Остана была мирной и очень солидной!» «Чтобы за наши смартфоны травить во всём мире!» «Люди бы слушали наши песни в эфире!» «Если хочешь быть первым, то чаще вспоминай!» «Когда был ты, как мы, избирателям простым!» «И это время никогда не забывай!» «Вот тогда ты будешь для нас всегда своим!»